Всем привет! Я к вам сегодня снова с видео закупка продуктов на неделю. Так, сейчас у меня на столе все не уместилось, поэтому в два захода вам покажу. Первое, что мы взяли, это два десятка яиц. В прошлый раз у меня с яйцами что-то не срослось, в этот раз я взяла два десятка S1, как обычно. Детям взяла два киндера. Это вот сына, дочь уже свой забрала, убежала. Сыр взяла нарезку, вот такой вот аланталь сливочный, 220 грамм. И вот такой вот город сыра, это белорусский сыр, российский, тоже нарезочку взяла. Здесь у меня один большой перчик красный на салатике. Морковь мытая, лук. Здесь у меня 5 головок, мне этого хватит. Так, из макарон я взяла вот такие вот фидеичи, вермишелька. На молочную лапшу или же куриный суп лапшу уготовлю вот с такой вот вермишелью. И паста мания, две вот таких вот упаковочки, это рожки. Здесь, по-моему, 430 грамм. Вкусные макароны, мы уже такие покупали. И вот такие вот серпантинчик, тоже 430 грамм. Так, здесь у меня две связочки бананов. Так, дальше у меня замороженные овощи. 4 сезона в этот раз взяла. Вот такая вот мексиканская смесь. Здесь 400 грамм. Вот кому интересно ее состав. И еще вот такой вот овощной рагу. Тоже 400 грамм. И вот, пожалуйста, состав. Здесь у меня 3 перчика ласточка. Так, дальше молоко взяла вот такое вот отборное, простоквашина. И в следующей выкладке покажу вам еще молоко. Так, и вот такое вот масло в вкусноте. Его очень оно нам понравилось. Сейчас оно в пятерочке было по акции. Здесь 200 грамм в упаковке. Очень вкусное масло. Еще гранатовый сок. Вот такой вот. Эту фирму мы уже покупали только в маленьких стеклянных баночках. И он нам очень понравился. Здесь 750 миллилитров. Вот состав сок гранатовый прямого отжима. Все, больше ничего нет. И детям понравился, и нам с мужем тоже понравился. Твороб взяла одну упаковку вкуснотеева. 9% Здесь 300 грамм. И еще вот такой вот творожочек взяла простоквашина. Обезжиренный. Из него очень вкусно получаются сырники. И запеканки. 250 грамм здесь. Так, из молочного еще у меня здесь сметана. Легкая, большая кружка. И 10% 315 грамм. Здесь у меня еще килограмм сахара. Грибы, шампиньоны. 398 грамм на 76 рублей. И из мяса в этот раз я взяла только филе грудки индейки. Вот, 820 грамм на 246 рублей. И куриную голень. Здесь у меня полтора килограмма на 217 рублей. Так, еще мясо у меня осталось, поэтому больше я ничего не покупала. И сейчас делаю вторую выкладку и вам покажу. Так, ну и давайте продолжим. Еще у меня здесь салат. Вот такой вот листовой. Видите, такой зелененький. Листики хорошенькие. Затем 100 грамм лука зеленого. 100 грамм укропа. Из фруктов я еще купила здесь немного 650 грамм кишмиш черный. И яблочки галла. Здесь вот килограмм 174 грамма. Хлеб я взяла Дарницкий оладушкин. В прошлой закупке я вам уже покупала. Очень нам понравилось. Мы быстро съели одну такую половинку, поэтому вот раз взяла две. Также мука. Опять же таки повторная покупка для выпечки. Я и хлеб с ней пеку, и кексы, печенье. В общем, мука вот эта вот достаточно хорошая. И цена у нее очень-очень бюджетная. Поэтому, кто любит печь, присмотритесь вот к такой муке. Так, молочная продукция. У меня здесь еще молоко. Вот такое вот полуторапроцентное. Марки просто. Это марка Перекрестка. Я взяла вот, видите, два таких. Здесь по литру. И на это молоко очень-очень хорошие отзывы. Поэтому я взяла на пробу. Также ацидобифилин сладкий, пискаревский. Это дети у меня пьют. Здесь 500 грамм. Ряженка. Вот такая вот ряженка. Большая кружка. Это я пью 4-х процентное. Но я хочу детей тоже приучить. Вот 720 грамм здесь. Затем биолак Тёма сладкий. Здесь по 200 грамм. Две штучки. Молоко. Сгущённое. Алексеевское. 650 грамм. Здесь вот такая вот упаковочка. Тоже покупаем уже не первый раз. 8,5%. В составе здесь только молоко и сахар. Вот кому интересно. Так. Здесь у меня целый килограмм сушек. Здесь сушки с маком. И состав у них тоже хороший. Сейчас попробую вам показать. Давай, давай, давай. Что-то он не хочет фокусироваться. Но здесь в составе мука, сахар, вода питьевая, дрожжи, соль и масло подсолнечное. Сколько сушек я пересмотрела. Очень во многих пальмовое масло. Нашла вот эти вот. И решила сразу заказать килограммчик. Мы такую уже покупали небольшую упаковку. И нам они понравились. Вот поэтому взяла сразу килограмм. У меня дети любят сушки. Так, еще у меня здесь вот такая томатная паста. Астория. Эту фирму беру первый раз. И ищу я всегда томатную пасту. В составе которой именно томаты. А не томатная паста. Сделанная непонятно из чего. Эта томатная паста изготовлена в Италии. Давайте я вам близко покажу состав. Только томаты. И вот изготовитель. Как видите, Италия. Здесь, по-моему, 140 грамм. Не вижу вес. Да, здесь вот 140 грамм. Вот. Буду пробовать. Еще в закупочке у меня огурчики маринованные. 6 соток. Такие я еще не пробовала. Здесь вот видите. 680 грамм. Масса основного продукта 360 грамм. В общем, буду пробовать эти огурчики. Вроде тоже отзывы неплохие на них. Вот что-то захотелось. Именно вот маринованных огурчиков. Давно мы их не покупали. Вот решили купить. Так. Манка из твердой пшеницы. Я детям иногда готовлю манную кашу. Также пеку манник. И добавляю манку в творожные запеканки. Вот поэтому периодически покупаю. И Гринфилд. Черный чай. 100 грамм. Не изменяем этой марке. Вот это как обычно заваривать. Именно в заварнике, а не в чашке. Вот такой вот чаечек. У меня муж и дети любят просто черный чай. Я люблю с бергамотом. Поэтому вот у нас сейчас черный чай закончился. Я докупила. Так. Ну и это вроде все мои покупочки. И сейчас я вам покажу все чеки. Чеков у меня сегодня достаточно много. Так. Первый чек. Это я покупала макароны по стамане, которые вам показывала. Вот они мне вышли в 59,50. Так. Чек из пятерочки на 729 рублей. Так. Чек из магазина Семишагов. На 1132 рубля. Так. И чек из магазина Перекресток. На 1214 рублей. Продолжение следует. Так.